Встреча с Лигой 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 И НХЛ, это очень серьезная организация во всех смыслах, во всех отношениях, конечно, там совсем другое отношение к НХЛовцам, но здесь уже то внимание, с которым мы оказались со стороны канадцев, телевидения, прессы, это, конечно, очень резко бросалось в глаза. И для нас это было несколько неожиданно, потому что мы приехали тоже, в общем-то, не мальчики, мы понимали, что у нас выдающиеся прежние поколения, которые становились уже чемпионом мира, олимпийскими чемпионами, великие, было видно, что это великие были игроки, и у нас тоже мы не считали себя уж такими паиньками. Но, тем не менее, как все это преподносилось со стороны канадской прессы и телевидения, когда даже, например, начали представлять игроков в первом матче, ну, впервые, действительно, впервые была собрана сборная составлена из НХЛовцев, и начали представлять эти несмолкаемые аплодисменты, когда весь зал стоит и приветствует стоя, для нас это было, честно говоря, обдикой. У нас не принято так было. И когда мы играли там у себя в Союзе, играем, ну, объявят там Ферсов, Харламов, ну, хлопают, да, чуть, может быть, побольше, чем остальным, погромче, ну, не более того. А здесь же овации по несколько минут стоя, весь зал приветствовал каждого игрока, причем, каждого, кого представляли. Вот, поэтому для нас это было, конечно, немножко неожиданно. Может быть, и это не в последнюю, не в последнюю роль сыграло, то, что мы так и начали сразу на сороковой секунде 0-1, потом на восьмой минуте 0-2. Где-то была скованность, конечно, это влияло. Вот прошло уже 35 лет, в этом году будет, да, исполняется эта серия, до сих пор еще в Канаде пишут они и вспоминают. И даже больше того, у них же был, вот, когда заканчивался 20-й век, там опрос среди населения, какие самые выдающиеся события за столетия, за столетия. И пятое место, вот, события, они считают, что это, вот, эта серия, пятое место, там где-то даже за, выше остались и Великая Отечественная война, для них это, для них это менее важное было событие, чем эта серия. Всеволод Бобров Кому из любителей спорта у нас и за рубежом неизвестно это имя? Одни помнят Боброва, замечательного футболиста, другие аплодировали ему как хоккеисту, чемпиону мира, а теперь мы узнали и другое замечательное качество этого спортсмена, умение передать свой опыт молодежи. Бобров? Ну, я хочу сказать, Бобров, Север Михайлович, конечно, для меня, во всяком случае, я говорю, у каждого, наверное, игрока, так же, как у каждого артиста есть свой режиссер, для спортсмена есть свой тренер. Я считаю, что для меня тренер, мой тренер, это был Бобров. Ну, во-первых, он, когда пришел в Спартак в 64-м году, мне было 17 лет, и он сразу пригласил меня в команду, и так уделял большое внимание, по-доброму, очень любил, ну, можно сказать, любил меня, так же, как и других ребят пригласил молодых, там, Женя Зимина, Володя Мигонько, Бартуняка, Шадрин. Это все его игроки, которых он сразу взял в команду. И через три года мы с ним уже стали чемпионами Советского Союза, обыграв это в то время-то команду ЦСКА, команду Тарасова. Это не так просто было сделать. И вот решающий матч нынешнего первенства страны. Волнуются спартаковцы, ведь сегодняшний соперник команда ЦСКА, 13-кратный чемпион страны. Встречаются литовые виртуозы, сильнейшие команды в их рядах, 14 игроков из сборной страны, 7-кратный победитель на цеперинство мира. От результата сегодняшней игры во многом зависит исход многомесячной борьбы за золотые медали. Спартаковцы собрали воедино весь свой неукротимый пыл, мастерство и огромное желание победить. Интереснейший поединок принес заслуженную победу команде Спартак 7-3. Золотые медали чемпионов страны стали реальностью. Горький. Город, давший советскому хоккею немало известных хоккеистов. Московский Спартаковцев, приехавший в Горький на очередной матч, пригласил на автозавод Владимир Солодов. Молодым хоккеистом он был незнаком, но с Николаем Карповым, тренером Спартака, с Вячеславом Старшиновым, много лет встречался на хоккейных площадках, играл в Загорьковской торпедо, входил в сборную команду страны, был в ее составе в 1957 году, когда впервые выступала она в Канаде, одновременно учился, работал на заводе, а теперь возглавляет на нем один из самых больших цехов. Квартира машины, это громко сказано, машины, если разрешали купить за свои деньги, ну просто вне очереди, это да, это было. Ну я не скажу, что уж много часто так меняли, во всяком случае, я за свою карьеру, за 10 лет игры в сборную, за 17 лет в Спартаке, имел 21-ю Волгу, 24-ю, и третью машину-то я уже после купил, уже работая в Австрии, так что две машины я поменял. Так что здесь нельзя говорить, что какие-то прямо уж благо такие сыпались с неба, тем более квартиры, да, давали, как положено, на три человека двухкомнатные, если четыре, то трехкомнатные, ну по нашим тем меркам, которые раньше существовали, по регламенту все было. Самая верная, самая преданная, самая объективная болельщика является для меня жена. Ее присутствие на студионе всегда вдохновляет и придает силу. Ну, история любви. Мы жили на сборах в Тарасовке, и в это же время туда тоже на сборы завезли студенток, вернее, команду лыжниц, состоящих из студенток. Ну, и вот так там познакомились в первый раз на сборах. Ходили, гуляли, после ужина там по Тарасовке. У нас, в общем-то, был перерыв такой, и мы готовились к следующему этапу чемпионата Союза. И вот так познакомились. Ну, правда, это было 67-й, а поженились мы только в 71-м году, так что испытание было в 4 года. Я не верю просто тем женам, которые питают антипатию к хоккею. Это просто невозможно, поскольку хоккеем занимается мой муж. Мудрые женщины, я считаю, и я просто благодарен за все. Что, в общем-то, мы прожили долгую жизнь вместе. И я думаю, еще проживем долго. Так что полная благодарность и уважение. В 67-м, в частности, как раз перед чемпионатом мира, приехал Володя Высоцкий. И приехал с ним Шаповалов, приехал Смехов. Владимир Высоцкий спел нам песню «Охота на волков». Это был 67-й год. Надо сказать, конечно, спел он. Просто до сих пор это стоит в памяти. Очень, знаете, как он, когда заводился, как он пел всегда. Это у него прямо вот жила на шее. Вот эта песня, конечно, запомнилась. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, пилают псы до рвоты. Кровь на снегу и пятна красные флажков. На чемпионат мира мы поехали в 67-й год и выиграли. И надо сказать, что в 67-й, начиная с 63-го, это был пятый чемпионат мира, который сборная СССР выиграла подряд. Начиная с 63-го года. И вот после этого чемпионата Владимир Семенович написал песню. Ну, в частности, вот строчки там, а наши ребята за ту же зарплату уже пятикратно уходят вперед. Профессионалам, зарплата навалом. Плевать, что на лед, они зубы плюют. Им платят деньшищи, огромные тысячи. И даже за проигрыш, и за ничью игрок хитер. Пусть берет на корпус, бьет в зуб ногой и не в зуб ногой. А сам в итоге калечит ноги и вместо клюшки идет с клюкой. Спасибо.